Город Шадринск с рабочим визитом посетила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. В первую очередь она осмотрела медицинские учреждения Шадринска. Это больница скорой медицинской помощи, центральная районная больница, микрохирургия, глаза, а также Шадринская и детская поликлиники. Мы сейчас, вот сегодня посмотрели с Антоном Константиновичем новый компьютерный томограф, который при поликлинике смонтирован, уже практически осуществляются последние штрихи для запуска его в работу. Сейчас проводятся работы по подготовке нового рентген-кабинета, то есть в Шадринске будет новый цифровой флюорограф, новый цифровой маммограф и новый рентген-аппарат на три рабочих места. И мы заходим на ремонт на Карла Либних-то 8, да? Да, вот это старое историческое здание, мы внутри хотим его полностью отремонтировать и там сделать центр амбулаторной онкологической помощи. Я сразу скажу, что это моя мечта и я думаю, что она осуществится для города Шадринска. Кроме того, ремонтируется стоматологическая поликлиника. Туда закупается четыре новых стоматологических аппарата. В Шадринской поликлинике планируется благоустройство территории перед зданием. В ближайшие два года там должна появиться удобная парковка. Для больницы скорой медицинской помощи в этом году предусмотрено финансирование в 27 миллионов рублей. Там перекроют кровлю, полностью завершат остекление, а также начнут ремонт двух хирургических отделений. Глобальная модернизация делается для того, чтобы выпускники медицинских университетов и действующие врачи могли работать в цивилизованных современных условиях. И медицинские организации были привлекательными как для пациентов, так и для персонала. Следующей задачей будет обеспечение своевременной помощью шадринским пациентам в лечении инфарктов и инсультов. Сейчас такая помощь оказывается в Кургане. Внедрение рентгена эндоваскулярных технологий на сегодняшний день является основной целью на 2022 и 2023 год. Мы уже привыкли с вами, что у нас вертолет летает, но тем не менее. Да, мы сейчас изменили логистику. Мы на базе роддома развернули ковидный госпиталь. Это необходимость. У вас большое население. Люди правда болеют. Люди нуждаются в помощи. У людей сегодня нет тех средств, возможности лечиться. И мы развернули. Но мы тем не менее не закрываем ни в коем случае апушерскую службу. Мы просматриваем, как она у нас будет оказываться. Тем не менее, мы все с вами прекрасно понимаем, что все равно у нас есть современнейший перинатальный центр со самыми-самыми технологиями. И те женщины, которые будут выбирать возможности, право уехать в Курган на родоразрешение, ну, наверное, они имеют на это право. В центральной районной больнице проводились уже множество работ. Сейчас там завершается ремонт трехэтажного здания. 14 миллионов рублей выделено на единое межрайонное инфекционное отделение, которое вскоре появится в районной больнице. В следующем году будет выполнен ремонт первого стационарного корпуса. А в 2023 году будет отремонтирован второй стационарный корпус. Всего на центральную районную больницу в этом году было потрачено около 70 миллионов рублей. В будущем на ремонтные работы ЦРБ планируется направить около 30 миллионов рублей.